Добрый вечер! Это Энергия Удачи на Рико ТВ. Ну что ж, дорогие друзья, уже на календаре 18 октября осень продолжается, а наша программа Энергия Удачи продолжает дарить вам хорошее настроение, ну и проверять знания актюбинцев. И, кстати, сегодня со мной эфир проведет очаровательная девушка с прекрасным именем Махаббат. Рад приветствовать в нашей студии сегодня впервые. Как настроение? Отличное. Скажи, ну не как в торговом доме Энергия, немножечко, да, здесь не хватает клиентов. Посетителей. Посетителей, но у нас есть другие посетители, это наши участники. Напомним, друзья, что каждую неделю мы отбираем одного из лучших. Ну и по итогам на следующей неделе мы подведем итоги октябрьских выпусков проекта Энергия Удачи и узнаем, кто у нас стал победителем октября. Ну а буквально через несколько секунд познакомим вас с тройкой новых участников сегодняшней программы 18 октября 2020 года. Кстати, Махаббат, какой любимый предмет был у тебя в школе? Казахский язык. Хорошо, владеешь? Да. Ну тебе надо тогда просто преподавать дополнительно. Дорогие друзья, остановитесь на Красном. Проспект Санкибай, Батыра, 72, торговый дом Энергия. Мы всегда рады видеть вас. Энергия Удачи, это Нарико ТВ. Ну Махаббат торопится, торопится, торопится. Ну ничего страшного. Но самое главное за короткое время в нашей программе ответить на вопросы по раундам. У нас есть четыре раунда. Сегодня под аплодисменты. Это наша традиция за все существование проекта Энергия Удачи приветствовать наших участников. Давайте им поаплодируем. Добрый вечер, дорогие наши, какие красивые девушки. Я сегодня просто в цветнике. Давайте с вами знакомиться, потому что сегодня у вас есть шанс все-таки пойти и пройти в финал. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я участница Ракеты Скул. Также я актриса в образцовом молодежном театре и модель модельного агентства. Слушай, как, Наталья, вы совмещаете все это? Успеваете? Да, стараюсь. Но сейчас дистанционное обучение. У нас очное. Так как у нас малогабаритная школа, мы учимся в школе. Учитесь в школе и время у вас хватает и на театр, и на медиапродакшн, и еще и вы модель. Да. Скажите, а интересно быть моделью? Конечно. А в чем интерес заключается? Новые проекты, интересные фотосессии, показы в других странах. Как вы успеваете? И вопрос. Стараюсь. Бывает такое, что хочется все бросить и ничего не делать? Бывает, но стараюсь не зацикливаться на этом. Это здорово. Наша вторая участница. Добрый вечер вам. Давайте поаплодируем. Всем здравствуйте. Меня зовут Нараханова Джулия. Мне 16 лет. На данный момент я занимаюсь журналистикой, также актерским мастерством в Ракеты Скул. В будущем, конечно же, хочу работать актрисой, телеведущей или даже радиоведущей. А вот скажите, почему все хотят быть моделями, телеведущими? Вот ваше мнение. Думаю, это увлекательная профессия. А чем она увлекательна? Вот хочется мнение постороннего человека услышать. Разные съемки, передачи. Разные люди. Я все узнаю. А вот многие парни, которые приходят к нам на программу, все хотят стать депутатами, либо президентами. У вас как с политикой дела обстоят? Нет, я ближе к художеству. Отлично. К искусству. Добрый вечер. Наша третья участница. Всем привет. Меня зовут Удана. Мне 13 лет. Я учусь на терпайфах в фокусальной школе. И я увлекаюсь танцем. А какими видами танцев увлекаетесь? Или видом? Хип-хоп. Иды. А не хотелось спортивными бальными заняться? Хотелось. В прошлом году я думала над тем, чтобы записаться на бальные танцы, но не получилось. Да почему не получилось? Давайте раскроем секреты здесь. Думала, что во время школы это не понадобится. Я думаю, в будущем... Девчонки, вообще учиться сейчас сложно? Ну вот честно. Да, конечно. Джулия? Кстати, кто вас так назвал, интересно? Мама. Джулия. Удана? Меня. Бабушка моя. Учиться сложно вам? Нет. Нет? А предметы есть любимые какие-то? Мои любимые истории, русские, литературу. А ваш? Математика, физика. Ваш? Казахский и английский. Ну вот вы сегодня с Махабад прям схожи, да? У нее тоже правильно. Страна, в которой мы живем, мы должны знать язык непременно. По крайней мере, это мнение нас, ведущих. Итак, девчонки, у нас 4 раунда и есть суперигра. Если раньше в нашем проекте можно было отказаться от суперигры, забрать деньги, то, соответственно, сейчас отказы не принимаются. Вы либо проигрываете, либо выигрываете. Если человек, который набрал наибольшее количество правильных ответов, проигрывает суперигру, то, соответственно, переход хода к тому человеку, кто набрал после него, также баллов, правильно ответив на вопрос. Ну, соответственно, если второй не отвечает, то третий. Если из трех, тогда мы выбираем уже с вами одного по средствам нашего специального вопроса, который мы, Таим, еще ни разу за два месяца новой концепции не вскрывали. Готовы? Ну что ж, первый раунд узнаем, какая тема ждет нас сегодня, 18 октября. Внимание! Октябрь, все-таки будем разминаться, девчонки. Здесь будут вопросы абсолютно разного характера, из литературы, из истории, с математикой связаны также вопросы. Разминаемся, разминаем свой мозг. Главное, не выкрикивать, нажимать на кнопку вовремя. Тот, кто нажимает, получает один балл. Махаббат это все фиксирует. Ты готова считать чужие деньги? Ты представляешь, сейчас они сами будут зарабатывать. И, кстати, наши участники в месяц могут заработать два раза. Это касается финалистов, кто выходит в финал. То есть они и на обычном проекте снимаются, и получают деньги благодаря своему уму. И на финале. Итак, поехали. Разминка. Впереди у нас 15 вопросов, девчонки, будьте внимательны. Итак, а в какой части речи относится слово «бежал»? Глагол. Первая была Наталья, глагол. Великая Отечественная война длилась 3 или 4 года? 4 года. Первая была Наталья. Как свой дом, кто свой дом всегда носит? Улитка. Улитка, Наталья. В каком месяце меньше всего дней? В феврале. В феврале. Нажимаем на кнопку чуть-чуть, Джулия, у Дана не хватает. В феврале. Прибор для определения сторон света? Компас. Компас, правильно. Дальше. Сколько героев тянули репку? 6. 5. 7. Джулия ответила верно. 6. Итак, следующий вопрос. Сколько недель в году? 52 или 54? 52. Верно. 52. Дальше. Продолжите пословице. 7 раз отмерь. 1 раз отрежь. Наталья была первой. Была грамотно. Подземная часть растения? Корень. Корень, правильно. Человек, совершивший подвиг, это кто? Герой. Правильно. Злая ведьма из русских народных сказок? Баба Яга. Баба Яга. Наталья была первая. 5, 5. 25. 5 в 6. 6 в 6. 36. А 7 в 7. 49. 49. Наталья была. Джулия чуть-чуть догоняйте и все будет отлично. Итак, еще один вопрос. Вода в твердом состоянии? Лед. Первая была Наталья. Не выкрикиваем, девочки. Итак, тема разминки подошла к своему завершению. Давайте сейчас узнаем, кто у нас в лидерах. Итак, Махабад. Наталья. Наталья у нас на первом месте. На втором месте у Васулдана и Джулия на третьем. Не расстраивайтесь, девочки. У вас есть возможность еще догнать тех, кто лидирует. Потому что в нашем проекте бывали такие случаи, что и на первом месте обгоняли кто на втором, а потом кто на втором обгоняли из третьего места. Итак, второй раунд. Давайте узнаем, какая тема ждет нас сегодня в эфире. Математический раунд приготовили для наших участниц сегодня наши режиссеры. Итак, как с математикой дела обстоят? Хорошо. Нормально. Пять и пять сколько будет? Двадцать пять. Молодцы. Это просто так, контрольные. Готовы играть? Да. Поехали. Впереди у нас двенадцать вопросов. За каждый правильный ответ один балл в вашу копилку. Итак, число, употребляемое при счете предметов. Называется натуральный. Четырехугольник с прямыми углами. Прямоугольник. Прямоугольник. Улдана, молодец. Наглядное представление разных числовых данных. Один. Диаграмма. Диаграмма. Наталья ответила верно. Итак, результат отделения. Результат отделения. Называется частное. Итак, число, показывающее, насколько равных частей разделено целое. Называется? Знаменатель. Сумма одинаковых слагаемых. Это? Произведение. Произведение. Верно. Площадь квадрата со стороной сто метров. Один гектар. Вы ответите. Один чего? Один гектар. Хорошо. Джулия, отрезок, длина которого равна одному, называется или единице? Так и называется. Единичный. Угол меньше прямого? Угол. Наталья была первая. Единица измерения углов? Градус. Джулия, вы ответили? Нет. Но не будем засчитывать Наталью без обиды, потому что я ответ произнес первее, чем это сделали вы. И так далее. Дуэт в кубе? Восемь. Восемь, Наталья. Цифровой знак, обозначающий отсутствие величины. Это ноль, девчонки. Ноль. Ноль. Вот за короткое время мы ответили на вопросы второго раунда. Он был посвящен математике. И вы неплохо с ним справились. И по итогам второго тура у нас лидирует Наталья. На втором месте у нас Улдан. То есть ситуация поменялась лишь в том, что девчонки чуть-чуть больше прибавили правильных ответов к себе в корзину. Так мы назовем. Но не выкрикивайте, а просто нажимайте на кнопку «Отвечайте, Джулия». Ну, у вас все впереди. Скажите, вы готовы вырваться? Да. Да? Ну, давайте узнаем третий раунд, какой у нас сегодня. Внимание. Третий раунд у нас литература в проекте «Энергия и удачи» сегодня вечером в воскресенье. Улдана, как у вас литература, обстоят дела в школе? Есть ли любимая сказка, произведение? На данный момент нет. Нет. А у Джулия? Есть. Люблю писательниц именно русских. Каких? Ахматову Марину Цветаеву. Это здорово. Наталья? Мой любимый предмет. Сейчас читаю Луизу Олка «Сестры Марти». Вау. Даже так. Скажи, вот вы работаете, точнее, ходите в театральный кружок. Сейчас над какой-то постановкой работаете? Да, мы работаем на постановку «Зори здесь стихи». Ничего себе. Играют Соня Курвич. Молодец. Тяжело же, сложно все. Стараюсь. Вживаетесь в роли? Да. Девчонки, а вы хотели бы свою жизнь с театральной деятельностью связать? Конечно. Конечно? Смотрите, какие творческие. А вам махабат вы? Нет. Нет, она скромная. Хорошо. Третий раунд мы начинаем. Литературный. Кому несла красная шапочка пирожки и горшочек масла? Первая была Наталья. Кто написал сказку «Золушка»? Шальперо. Шальперо. Да, да, наверное. Как звали девочку, путешествующую по стране чудес? Алиса. Алиса. Что купила муха-цикатуха на базаре? Что купила муха-пополю, пошла муха-денюшку нашла, пошла муха на базар и купила? Само Вара. Молодец, Джулия, да. Итак, лучший друг Калсона? Его маленький мальчик. Малыш, верно. Какая избушка была у лисы в сказке? Ледяная. Ледяная, верно. Как звали сестру доктора Айболита? Варвара. Варвара, хозяйка Артемона. Девушка с интересным цветом волос. Мальвина. Мальвина. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? Ледяная. Да. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? Базильеву, девчонки, его звали. Ну что ж, так мы, как говорят, шарики полопались, закончили наш третий раунд. Так и время пролетает быстро в нашем проекте. Вопросы были сложные? Нет. Ну, тогда перейдем к четвертому раунду. Не будем сейчас пока затаим интригу, подводить итоги третьего раунда. Узнаем тему четвертого, а после уже будем говорить о том, кто у нас в лидерах. Махабата, вы пока потихонечку считайте, пока я вопросы задаю. Итак, четвертый раунд. Внимание. Знатоки природы у нас сегодня. Вот очень много вопросов в социальных сетях обсуждается о том, что мы должны хранить природу. Но так уж получается, что люди из-за того, что им нужно строить свой бизнес, вырубают деревья и так далее. Да, вот как вы относитесь к природе, честно скажите? Вы когда-нибудь дерево сами высаживали? Да, конечно, была такая в школе. Джулия? Да. Улдана? Почти каждую неделю ездим к бабушке, к дедушке, сажаемся. Это здорово, вы молодцы. А что мы расстроены, Улданочка? Это такая атмосфера, да, у нас энергичная должна быть, потому что все быстро. Итак, знатоки природы, поехали, впереди 10 вопросов. На каком дереве созревают жёлуди? Дуб. Первая была Улдана, дуб есть, да. Из него плетут весенние венки, когда он... Что это? Адуанчик. Адуанчик, да. А какие деревья называют вечно зелёными? Ёлки. Отвече, Джулия? Ёлки. Совершенно. Ель, либо сосну. Какие деревья с белой корой? Берёза. Берёза. Хорошо, Наталья. Итак, какая ягода бывает? Красная, белая, жёлтая, синяя? Смородина. Ну, да, она, верно. Дальше, листья какого растения прикладывают к ранке? Ну, если мы поранились, по крайней мере, я в детстве так делал. Это растение называется... Ну, если идти по дороге, то он растёт рядом. Подорожник. Я ответил. Какой газ необходим для дыхания растений? Кислородина. Наталья. Итак, это самый первый цветок, появляющийся под снегом. Под снежник. Под снежник. Какой цветок называет царица цветов? Роза. Роза. На каком цветке можно погадать о траве лепестки? Ромашка. Ромашка, Джулия была. Ну что ж, девчонки, четвёртый раунд подошёл к своему завершению. Махабад сейчас подводит итоги. Я хочу спросить у вас, Дана, как вы думаете, кто у нас всё-таки выйдет в финал? Конечно, у нас Наталья. Наталья? Да. Джулия? Я тоже так думаю, у меня больше. Наталья, ну вы сегодня просто разорвали, наверное, всех. По итогам, дорогие друзья, первого тура у нас Наталья зарабатывает пока 9 тысяч тенге. Это здорово. Джулия зарабатывает у нас 5 тысяч тенге. И у Дана у нас зарабатывает 6 с половиной тысяч тенге. Мы от Светуши вас поздравляем. Девчонки, этот выигрыш. Но в финале у нас только один человек, и в данном случае это Наталья. С которой мы встретимся через несколько секунд, дорогие друзья, для того, чтобы она выбрала один вопрос для себя. Если она верно ответит на вопрос суперигры, который спрятан в конверте, в одном из трёх, то она войдёт в финал и на следующей неделе будет участвовать с участниками прошлых программ проекта «Энергия. Удачи». Встретимся через несколько секунд. А пока всем удачи с «Энергия. Удачи». У меня в руках три конверта. В каждом из этих конвертов есть вопрос. Это может быть и математика, это может быть физика, это может быть астрономия. Всё, что угодно. Сегодня в нашем проекте лидирует Наталья, 18 октября 2020 года. Она модель, а также посещает театральный кружок и занимается искусством телевидения и блогерства. Сейчас я подхожу к Наталье, но перед этим я хочу, чтобы вы конверты эти все перемешали. Чтобы вы видели. Давайте перемешивайте. Удано. Хорошо, перемешиваем конверты. Передавайте Джулии. Джулия. Перемешайте. Подобными вещами занимались когда-нибудь? Нет. Нет. Вот представляете, сейчас, если она верно ответит, то этот конверт. Вскрывайте его, открывайте, как вам удобно. Итак, зачитываем вопрос. Угол, на который поворачивается солдат по команде кругом. Угол, на который солдаты поворачиваются кругом. Получается вот так. Ваш ответ. Сколько градусов? На какой угол солдаты? Я могу у вас забрать конверты, чтобы они вас не отвлекали, подумайте. Итак, друзья, вопрос супер игры у нас звучит таким образом. Угол, на который поворачивается солдат по команде кругом. Что это за угол? 90 градусов. Подумайте, хорошо. Я не буду вам подсказывать. Сейчас все зависит от вас самой. Итак, вопрос. На какой угол поворачивается солдат по команде кругом? 180 градусов. Подумайте, есть время. На кону у вас 10 тысяч, которые вы можете получить. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас предфинальная программа, потому что на следующей неделе мы встретимся с прошлыми участниками проекта «Энергия и удачи», которые побеждали. И трое лидеров будут сражаться за звание лучшего по итогам октября. Кто же это будет? Но пока Наталья думает, на какой же угол поворачиваются солдаты, когда им говорят «кругом» прозвучал гонка, это значит, что время пришло отвечать? Угол 180 градусов. Это ваш окончательный ответ? Да. Ну что ж, аплодисменты. Вы одна из финалисток проекта «Энергия и удачи» октября 2020 года. Ждем вас на следующей неделе. Девчонки, вам желаем удачи. Вы сегодня заработали. Немного деньжат потратите на бургеры. Может, все-таки кинотеатр откроют, в кино сходите, мальчишек пригласите. Ну, нынче модно, когда девочки-мальчишек приглашают. Это шутка. Наталья, вас ждем в следующее воскресенье с нашими тремя также финалистами. Выберем одного крутейшего. Кто это будет, мы узнаем вместе с Махабад ровно через 7 дней. А вам всем желаем крепкого здоровья, отличного настроения. Пусть следующая неделя, которая начнется с 19 октября, пройдет только на позитиве. Мира и добра вам и вашим близким. До встречи в лучшем проекте «Энергия. Удачи» ровно через 7 дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА